Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Ирина, я представляю компанию Сибгеопроект и сегодня хотелось бы уделить внимание нашему главному программному продукту, который мы разрабатываем уже много лет, это система мониторинга недропользования. Недропользование это одна из важных отраслей экономики Российской Федерации, которая объединяет большой объем разнородной информации. Объединяющим звеном всей этой разнородной информации являются пространственные данные. Система мониторинга это многопользовательский ресурс, который функционирует во многих компаниях нефтегазовой отрасли. Наряду с системой мониторинга недропользования у нас есть различные другие продукты, которые мы внедряем в различных отраслях и экология, и муниципальное хозяйство, но сегодня хотелось бы все-таки системе мониторинга уделить внимание. Система выступает в качестве единой точки доступа ко всем имеющимся корпоративным информационным и геоинформационным ресурсам, которые объединяются посредством интерактивной карты. На сегодняшний день разработаны как серверная, так и мобильная версия системы мониторинга, которые реализованы на основе программных продуктов ARGIS, которые являются корпоративным стандартом во многих компаниях нефтегазовой отрасли. Серверная и мобильная версии системы мониторинга предназначена для оперативного доступа к первичной и аналитической информации, позволяющей контролировать выполнение лицензионных обязательств и регулировать использование минеральной сырьевой базы. Система обеспечивает информационную поддержку при принятии управленческих решений на всех этапах, от лицензирования, поиска и разведки до добычи полезных ископаемых. Основными модулями системы являются это лицензирование, гелоразведочные работы, ресурсная база, разработка месторождений, архив документов и, конечно же, геоинформационный модуль. Модуль лицензирования обеспечивает табличное и пространственное представление информации по лицензионным участкам, которые включают в себя всю информацию по лицензии, это наименование лицензионного участка, серия номер вид, основание выдачи этой лицензии. Также ресурсную базу в пределах лицензионного участка, накопленную добычу, геолога и физическая изученность, лицензионные обязательства и их выполнение. Контроль выполнения условий лицензионных соглашений осуществляется по следующим направлениям. Выполнение георазведочных работ, ввод в разработку, обеспеченность проектными документами, отклонение уровней добычи и экология. В одной из последних версий разработан инструмент «Текущие риски», который аккумулирует все показатели лицензионных обязательств в едином интерфейсе и повещает пользователей цветными индикаторами о возможных возникших неприятностях. Ресурсная база – это второй из основных модулей системы, позволяет оперативно получать исходную аналитическую информацию о ресурсной базе территории, будь то один лицензионный участок, либо весь объем, вся ресурсная база предприятия. Система содержит следующую информацию по запасам ресурсам. Это баланс запасов по российской и по западной классификации запасов, подчетные планы, паспорта, структур, протоколы, комиссии запасов разных уровней, контура категории запасов, месторождений и перспективных структур. Система позволяет вести баланс запасов по статистическим формам отчетности 6 ГР для углеводородного сырья, для твердых полезных ископаемых по форме 5 ГР. Вся эта форма может выгружаться в Excel для дальнейшего предоставления в контролирующие органы. Также ко всем объектам существует привязка всего пакета необходимых документов по месторождениям, так и по подчетным объектам. И также привязываются документы в виде подчетных планов как растровом, так и векторном формате. При этом все подчетные планы могут быть визуализированы в геоинформационном модуле для использования для дальнейшего анализа. Георазведочные работы также могут быть проанализированы с помощью нашей системы. Система позволяет ввести все параметры по бурению и сейсморазведке для проектирования и планирования георазведочных работ. По сейсморазведочным работам реализована загрузка сейсмофайла в формате SEC и SIGWY, просмотр данных по сейсморазведочным работам и также отображение сейсмических данных в различных форматах. Одним из основных преимуществ системы мониторинга является интеграция специализированных систем и баз данных в едином геоинформационном пространстве, без изменения структуры базы данных и порядка работы с ними. Обращаясь к системе, пользователи будут иметь доступ как к актуальным, так и к историческим сведениям, и обновление информации обеспечивается благодаря постоянному автоматизированному мониторингу вновь поступающих данных, а визуализация результатов происходит в виде таблиц и аналитических диаграмм. Геоинформационному модулю сегодня хотелось бы уделить более пристальное внимание. Весь геоинформационный модуль реализован на технологиях SRI RGIS for Server. Представлен модуль интерактивной картой, которая может состоять как из одного, так и из нескольких GIS серверов, GIS сервисов и визуализирует все тематические данные, которые загружены в систему мониторинга на топографической подложке. Картографический модуль представляет возможность визуализации объекта с возможностью тематического управления базовыми содержанием карты, пользовательское расширение содержания карты путем добавления пространственных данных из дополнительных источников, наличие удобных инструментов пространственного и атрибутивного поиска объектов, а также формирование картографических материалов для дальнейшей печати, предоставления каких-то контролирующих органов либо для собственных нужд. Не менее важным является обеспечение функций поиска необходимых данных по их представлению и их представлению пользователю. Быстро найти интересующую информацию позволяют инструменты пространственного и атрибутивного поиска. Результаты поиска систематизируются в таблице идентификации, в которой отображается перечень найденных объектов и их характеристики. Инфраструктура пространственных данных предоставляет возможность поиска информации по метаданам, которые являются неотъемлемой частью пространственных данных и формируются параллельно с ними. Также существует возможность формирования выборок пространственных данных в интересующем экстенте карты с помощью простых инструментов. Атрибутивный поиск объектов выполняется по ключевым словам либо по более сложным запросам. Интерфейс картографического модуля предоставляет возможность пространственного анализа данных с расчетом геометрических характеристик, таких как площадь, длина, координаты объектов, а также оценка взаимопересечения объектов. Все результаты пространственного поиска и пространственного анализа могут быть выгружены в Excel для дальнейшей работы. Не так давно появился новый функционал по динамическому оформлению тех или иных объектов на карте. По умолчанию пользователю предложено оформление тематических объектов и топографической основы интерактивной карты, но оформление специфических картографических материалов и также презентации требует, возможно, требует изменения текущего состояния и оформления карты. Все оформление динамическое и надписывание объектов вынесено в диалоговые окна, с помощью которых пользователь может легко подстроить карту для себя и далее пользоваться этой картой, а также передавать это оформление другим сотрудникам. Система мониторинга и недропользования содержит функционал по каталогизации картографических материалов различной тематики. Картографические материалы оформляются с помощью программных продуктов из край Аргиз Фордистоп, архивируются и посредством интерфейса каталога карт загружаются в систему мониторинга. Для поиска конкретных картографических материалов реализованы инструменты атрибутивного и пространственного поиска. Результаты поиска добавляются в геоинформационный модуль дополнительным сервисом для дальнейшего анализа и использования. Также в последних версиях мы расширили инструменты по печати и по подготовке презентационных материалов. Сейчас наряду с стандартными функциями добавления стрелки севера и других элементов карты мы добавили многостраничную компоновку с использованием каких-либо тематических слоев, добавление табличных данных и аналитических диаграмм, которые используют данные, которые загружены в систему недропользования. Итак, функционал системы мониторинга, в частности, геоинформационного модуля очень широк. Но время диктует свои требования и все большее количество сотрудников, от рядовых сотрудников до крупных руководящих должностей, используют в своей работе мобильные устройства. Мы стараемся идти в ногу со временем, и на данный момент система мониторинга во всем своем функционале реализована на планшетных компьютерах, на мобильных устройствах. Преимущества, которые дает мобильный клиент, это, во-первых, мобильное приложение ориентировано в первую очередь на оперативный доступ к информации, ну и, конечно же, на мобильность рабочего места. При этом пользователь может получать всю необходимую информацию и также получать все инструменты работы с этой информацией на устройстве, которое всегда с собой. У нас сегодня планируется еще демонстрация, поэтому я, наверное, поскорее. Целью мобильного клиента системы мониторинга является информационная поддержка управленческих решений независимо от местонахождения клиента. Мобильная версия системы мониторинга включает информацию по лицензионным участкам, характеристикам ресурсной базы, геологогеофизическая изученность, а также система есть материалы по скважинам, месторождениям и сейсморазведочным работам. Архитектура системы довольно-таки проста. База данных хранится на сервере. Данные для мобильных приложений подготавливаются с помощью настольного приложения Argus for Desktop. Для публикации готовятся картографические проекты, которые публикуются с помощью Argus for Server. Приложение может работать как в режиме онлайн при подключении к серверу и если подключение отсутствует, то информация подгружается из кэша. Что касается карты сервисов, на мобильном устройстве используется технология Argus Runtime. Данные, которые не редактируются и меняются крайне редко, трансформируются в тайловые пакеты данных, а в случае необходимости отображения векторных или табличных данных, используя ресурс Runtime с помощью Argus Runtime SDK, формируются локальные папки с данными, которые в дальнейшем разворачиваются на мобильном устройстве. Безопасность данных обеспечивается следующими компонентами. Встроенное в приложение системы Active Directory хранит данные о пользователе настройки среды. Пользователь обращается к приложению, вводит логин и пароль, и при этом выполняется проверка этого пользователя и определяются его привилегии. Кроме того, на сервере происходит запись в хронологическом порядке всех событий, которые происходят на сервере. И вся информация, которая касается непосредственно семантики документов и координат объектов, которые загружены в SMN, шифруется механизмами CryptoPro. Также, помимо всех этих защитных функций, есть встроенная защита каждой операционной системы, оболочка IOS производит свое собственное шифрование. Указанные способы защиты не являются какими-то стандартными, они в основном накладываются требованиями служб безопасности компаний и регламентируются конкретными предложениями и заданиями на разработку. Сейчас я хотела бы передать своей коллеге Анне слово, которая в режиме реального времени продемонстрирует работу мобильного приложения. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые коллеги. В подтверждении слов Ирины я бы хотела сделать небольшую демонстрацию. У меня, как всегда, есть пять минут на то, чтобы показать, как с помощью данного приложения системы мониторинга недропользования быть всегда в курсе событий. Особенно это касается тех сотрудников, кто так или иначе связан со сферой недропользования. Весь комплекс информации, который может быть вам полезен, доступен с карты. Что я могу отсюда получить? Буквально с одного клика по карте я перехожу в блок информации, и здесь приложение предоставляет мне весь список тех объектов, которые попали в указанную область. При нажатии на название месторождения я уже погружаюсь в его подробное описание. Также могу посмотреть баланс запасов в разрезе данного месторождения, посмотреть, из каких пластов состоит выбранное мной месторождение. Уже погрузиться непосредственно в характеристику отдельного пласта, посмотреть его характеристики, нефтенасыщенность, открытая опорость, испроницаемость и многое другое. Перечислять не буду. Также это запасы уже в рамках выбранного мной пласта. И где бы я ни находилась в окне информации, я всегда могу перейти на карту, подсветить тот объект, с которым я в данный момент работаю. Также доступна выборка у нас сразу множества объектов с карты. То есть мы можем обозначить какую-то область и уже перейти к списку тех объектов, которые попадают в эту область и изучать каждый из них. Также для поиска объектов можно воспользоваться некими параметрами. То есть здесь вы задаете критерии, по которым вы планируете искать какие-то объекты. Это могут быть лицензии, месторождения, пласты, либо целые компании. Это может быть компания, предположим, Лукоил. Здесь мы можем посмотреть реквизиты выбранной компании, перечень лицензионных участков, с которыми данная компания работает, спозиционироваться по ним на карте, чтобы оценить географию деятельности данной компании. Если я хочу посмотреть уже перечень месторождений в разрезе данных лицензионных участков, то мне удобнее будет воспользоваться уже пространственной выборкой, то есть выборкой на основе взаимного положения объектов. И я уже перехожу к перечню месторождений. Здесь я могу его сортировать, фильтровать, выбрать определенные объекты, в данном случае газоконденсатные месторождения, и по ним уже спозиционироваться на карту. Также в поиске мы можем найти с вами документы. В настоящее время здесь загружены документы по проведению торгов и аукционов. То есть вообще вся информация представлена на данном устройстве. Она открытого характера. Вы можете ее скачать в магазине приложений App Store совершенно бесплатно. Там есть демо-версия. Сможете оценить функционал приложения. Документы мы просматриваем непосредственно на самом мобильном устройстве в виде скан-образов. Они могут быть многостраничные. Вы можете скачать эти документы непосредственно на мобильном устройстве, если вам что-то нужно отправить по электронной почте. И сами объекты при этом также связаны с документами. Когда вы читаете какой-то документ, всегда можете перейти на карту, чтобы посмотреть, с каким же объектом вы сейчас имеете дело. Ну и последнее. Быстренько покажу, как ранжировать представленные объекты на карте по каким-то признакам. Вчера мы представляли карту лицензионного фонда по холдингам. Сегодня, чтобы не повторяться, я покажу, как ранжировать месторождения. Например, с добычей по нефти и с группировкой по типу месторождения. Не работает. Прекрасно. Давайте отключим лицензионный участок. Вся тематическая информация у нас динамическая. То есть вы можете нужное включить, не нужное отключить и пользоваться вот такими удобными функциями по ранжированию каких-то объектов. При этом тут же вы видите числовые параметры, то есть по добыче нефти и по любому из интервалов. Я могу перейти в список данных объектов, чтобы их детально изучить. Я уже сказала, что информация на этом приложении открытая. Чтобы получить годовую подписку, заключается некоторое соглашение, но при этом все обсуждаемо. Можно дополнять это приложение корпоративной информацией. В этом случае это уже приложение непосредственно ваше, только ваши сотрудники могут им пользоваться. И вся информация при скачивании будет идти по защищенным каналам с шифрованием CryptoPro. Все, пожалуй, на этом я закончу. Спасибо.